Привет дорогие друзья! Сегодня я делаю очень-очень интересный тортик. Тортик называется 4 встречи. Я практически уверена, что каждый из вас этот тортик пробовал хотя бы раз в жизни. Ну а если нет, тогда вы просто обязаны его приготовить и попробовать. Это очень вкусно! Для этого тортика я буду использовать изюм. Изюм предварительно нужно будет замочить в кипятке хотя бы минут на 20-30 для того, чтобы он набух. И мак. Мак тоже я буду замачивать в кипятке. Мака я взяла чуть меньше, чем изюма, потому что иначе коржи будут очень черные. Это некрасиво, мне не нравится. Также орехи поджарим в духовке. Уже чищенные орешки я просто в духовке подсушила. И буду использовать кокосовую стружку. У меня пакетик был всего на 40 грамм, но этого с головой было достаточно. Для начала просеем муку. Обязательно муку просеем, потому что могут быть там всякие комочки, мусор и прочее. Нам понадобится всего лишь 100 грамм муки на один корж. Также сразу же в муку я добавляю сюда сахар. Можно взять сразу сочетание сахара и добавить немножечко ванильного сахара. Можно ванильный вовсе не ложить. То есть наши коржи будут ароматные и без этого. Сразу же сюда отправляю сметану. Сметана у меня здесь 15%, но роли не играет. Берете самую простую сметану, она вам подойдет сюда. И в тесто добавляю сюда 2 желтка, 2 белка оставляю отдельно. На сметану я немножечко соды добавляю. Это где-то треть чайной ложечки. Сразу на сметану. Сметана погасит нашу соду, и поэтому ее не нужно будет гасить. И добавляю уже нашу составляющую. Будь то мак, орехи, изюм, либо курага кому-то нравится, либо это будет кокосовая стружка, либо какао. Но если будете добавлять какао, замените ним просто часть муки. Не добавляйте сверх нормы. Смотрите, какое сейчас густое тесто. Пока мы отставим это тесто, у нас начнет в нем растворяться сахар, и тесто станет мягче. Тем временем, пока наше тесто стоит, будем заниматься белками. Эти 2 белка, которые у нас остались с яиц, добавляем в них щепотку соли и взбиваем их. Взбиваем до белой плотной массы. Они, конечно, не будут такими плотными, так если бы они взбивали с сахаром, но вот пена такая довольно плотная, как вам понять. А ну вот смотрите, в принципе, если вы перевернете вверх ногами посуду, в которой вы взбиваете, они у вас не будут оттуда выпадать. Это будет называться, что белки ваши были взбиты хорошо. И теперь посмотрите, какое вот тесто наше стало. После того, как сахар разошелся, оно стало намного мягче. И теперь мы будем облегчать наше тесто белками. Добавляю вначале половину порции белков, даже может чуть меньше, чем половину. И облегчаю наше тесто. Я его как бы пропускаю сквозь венчик. Конечно, там, где у нас орешки и изюм, там не так просто пропустить его сквозь венчик. Они застреют немножечко между венчиком. Поэтому я бы, может, даже советовала добавлять орехи и изюм уже на этапе, когда вы вводите последнюю порцию белков. Чтобы не мучиться. Но уже делайте так, как вам удобно. Все, выкладываю последнюю порцию белков. И последний раз хорошенько перемешиваю. После того, как наше тесто стало однородным, не нужно ждать ни минуты, для того, чтобы оно осело. Форма ваша должна быть подготовлена заранее. Форма у меня здесь просто разъемное кольцо. Внутри выстеленное, там у меня тефлоновый коврик и по окантовочке пергамент. Отправляю наше тесто в духовку, разогретую до 180 градусов, где-то минут на 15-20. Но вы ориентируйтесь по своей духовке. И сверху корж должен начать немножечко золотиться, совсем чуть-чуть. Вы видите, какой он тоненький сейчас у меня, как бы вообще не толстый. И вот какой он у меня получился. Вот вы видите, он слегка-слегка сверху начал золотиться. Просто за счет того, что высокие борта у формы, в принципе, наш корж не может быть сверху сильно золотистым. И точно так же, вы видите, сейчас я выкладываю наш корж с изюмом. И вот наш корж, он точно такой же. Изюм я вводила в тесто, его не нужно ни в муку, ничего. Он достаточно хорошо и сам распределится. Единственное, что отсидите хорошо в воду. Орешки у меня поджарены, я их сильно мелко не измельчала, для того, чтобы попадались хорошие такие хрустящие крупиночки ореха. И вот точно так же и ореховое тесто у меня пошло. Ну и аналогично тесто с кокосом. Уже показывать нет смысла. Посмотрите, какие получились мои коржи. Они где-то в толщину полтора сантиметра точно. Это у меня корж с маком. Вот этот чуть-чуть повыше получился корж с изюмом. Корж с кокосовой стружкой. Кстати, кокосовую стружку можно использовать и свежую, с натурального кокоса, которую вы делаете сами на мелкую терку. А можно использовать в пакетиках, уже готовых в магазине. И вот самый последний корж. Это корж с орехами. Он один из самых не толстых получился, но один из самых ароматных. Я не могу сказать, что мне не понравилось, как он подошел. Он тоже внутри воздушный. Смотрите, для крема будем использовать вот такое вот мягкое-мягкое масло. Оно у меня стояло при комнатной температуре, пока у меня пеклись мои коржи. Так как еще работала духовка, температура в кухне была нормальная. И поэтому масло стало очень-очень мягким. Теперь взбиваю сливки. Сливки у меня охлажденные. Сливки у меня с холодильника 33%. Без сахара, без ничего взбиваю. И теперь в сливки ввожу сгущенное молоко. Здесь 300 грамм сгущенного молока и 300 грамм сливок. Продолжаю взбивать. И дальше выкладываю в сливки все масло. Здесь нужно очень осторожно взбивать буквально пару секунд. Вот как только перемешалось, вот здесь мне нужно было остановиться. Я вам хотела показать, какая консистенция. И немножко передержала свой крем. Иначе он начнет у вас расслаиваться. Здесь буквально пару секунд. Масло взмешалось и все. Остановили. Вот посмотрите. У меня вот чуть-чуть уже начало расслаиваться крем. Но это совершенно еще у меня незаметно. Но если бы я взбивала еще хотя бы секунд 30, у меня бы просто осталось отдельно масло, отдельно сыроводка. И было бы не очень интересно. А так получается очень нежный и воздушный крем. То есть взбивайте его буквально пару секунд. Я все свои коржи пропитываю в любых своих тортах. Поэтому и вам советую. Я не думаю, что торт от этого станет менее вкусным. У меня здесь сахарный сироп. Немножечко с добавлением коньяка. Где-то у меня столовая ложка сахара с горкой на 200 грамм воды. И, наверное, где-то 2 столовые ложки коньяка, которые я добавила еще в горячий сироп для того, чтобы алкоголь испарился. Тесто, точнее коржи, я разложила в порядке. Где изюм, орехи, потом у меня пойдет кокосовый и потом у меня сверху маковый. Мне так захотелось. Раскладывайте, как сами хотите. Крем разделила я визуально на 4 части. 3 части у меня пойдут между коржами. И 4 я немножечко подровняю по краям свой тортик, для того, чтобы его можно было сверху украсить. Хоть у меня это тортики к чаю. Вот уже второй корж. Кстати, можно делать этот тортик как вариацию на 3 встречи. То есть не делать кокосовый, убрать кокосовый корж. Можно делать на 4, но вместо кокосового сделать с какао. Я уже говорила. Либо убрать какой-то, который вы не любите, корж и добавить в него курагу. Либо черный слив. Как вам нравится. Здесь можно вариации придумать 100 и миллион. Единственное, летом советую в этот тортик немножко сделать полегче крем. Будь то сметана, будь то сливки, будь то пломбир. Мне так больше летом нравится этот тортик. И последний маковый корж я его буду переворачивать вверх дном. Для того, чтобы мой тортик сверху был поровнее. Вот так вот переворачиваю. Посмотрите, какой он красивый, золотистый сверху. Опять же пропитываю и выкладываю на него остатки крема. И по бокам. Я их просто лопаткой выложила. И сейчас ножичком слегка подровняю. Крем хоть и нежный, но он не плывет. То есть, как вы его распределите по тортику, так он и будет у вас стоять. Тем более, что в составе масла, которое еще было очень мягкое. И вы после того, как поставите его в холодильник, оно схватится и будет довольно стабильный крем у вас. Он не будет никуда плыть. Этот тортик прекрасно подойдет и под мастику. Я его не раз делала. Соответственно, только выравнивайте уже ганашем. В общем, это универсальный торт и очень-очень интересный. Это один из тех тортов, которые нравятся лично мне. Я его сверху просто присыпала измельченным в блендере шоколадом, орехами и остатками кокосовой стружки. Которая у меня дома была. Ничего такого. Просто к чаю тортик. Но смотрится очень оригинально. Давайте же его уже посмотрим, какой он получился. А, еще забыла. Тортику обязательно нужно хорошо пропитаться. Ему нужно постоять в холодильнике, ну, минимум часов 8. Я его оставляю на ночь в любом случае. Любой тортик любит, чтобы пропитаться нужно было. Он получился довольно высокий, вы видели. И теперь его можно уже разрезать. Он очень мягкий, очень нежный. Нужно будет провести ножичком хотя бы два раза. Потому что внизу изюм, чтобы прорезалось на всякий случай. Вот так прохожусь. Вроде там все прошло у меня. И давайте достанем, посмотрим, какая у нас красота внутри. Этот тортик очень эффектный. Опа. Посмотрите, какая красота у нас внутри. Он очень, эти слои отличаются между собой. Мне очень нравится делать его именно с кокосовым слоем, потому что он светлый. И очень чувствуется разница между маковым, ореховым коржами. Очень красиво. Сразу же отрежем второй кусочек на угощение. В общем, этот тортик подойдет для любых гурманов. И если, опять-таки, кому-то не нравится какой-то определенный корж, то вы всегда его можете здесь заменить. И получается всегда очень-очень вкусно. Обязательно попробуйте этот рецепт. Я уверена, что вам понравится этот тортик. И он станет одним из самых любимых в вашей семье. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok